Петер Зиковица российский актер, театр и кино сербского происхождения. Об этом артисты и журналисты пишут, что у него сербская кровь, американская школа, русская история и вселенская грусть. Петер Зиковица родился в октябре 1979 года в Белграде. Работа отца в то время была тесно связана с частыми и длительными зарубежными командировками. Петер Зиковица-старший нередко бывал в России. Именно здесь его вместе с семьей застала война, разразившаяся в родной стране. Глава семейства не решился вернуться на родину. И дело не только в страхе за жизнь своих родных, но и в том, что он хотел воевать ни в какой стране, считая хорватов и боснийцев братьями. На родину семья вернулась после войны, но Петер Зиковица решил остаться в России, в стране, которая стала второй родиной, любимой и столь дорогой. Выбрав для себя профессию актера, Петер решил получить хорошее образование. Театральную школу он закончил в Америке, на Гавайских островах. Позже в одном интервью Зиковица поделился, что театр при Гавайском театральном вузе поразил его своей искренностью, но одновременно разочаровал уровнем профессионализма местных актеров. Они не дотягивали до мастерства русских коллег. Окончив учебу на Гавайях, Петер Зиковица отправился в Нью-Йорк. В этом городе он некоторое время работал с коллегой Джемом Димичем, экранизировал произведения Уильяма Шекспира «Ричард Третий». Но уже в 2002 году актер решил навсегда вернуться в Россию. В первый же год после переезда в Москву Петер Зиковица дебютировал на телевидении. Вместе с журналистом и режиссером-продюсером Александром Билановым он сумел открыть на канале РЕН-ТВ новое популярное шоу, назвав его «Шершеля фан». Это развлекательная музыкальная передача, довольно быстро набравшая высокий рейтинг. Но занятость на телевидении не помешала сербскому актеру сняться в кино. Так началась кинематографическая биография Петра Зиковицы. Он дебютировал в популярных сериалах «Дорогая Маша Березина», «Богиня Прайб Тайма» и «Не родись красивой». Дебют оказался более чем успешным, потому что режиссеры буквально засыпали обаятельного артиста предложениями сняться в их проектах. Петер трудился не покладая рук. В 2002 году он был награжден за роль в картине «Правила Алина». Призом зрительских симпатий на международных кинофестивалях «Без барьеров». Через два года Зиковицу наградили медалью за вклад в развитие российской науки и культуры. Каждый год выходит по три-два новых проекта. С участием талантливого актера. В 2009-2010 году вышли замечательные фильмы. С Петером «Русский крест» на солнечной стороне улицы и «Кремлевские курсанты». Но зрителям больше запомнились два драматических фильма о войне «Сталинград» и «Переводчик», где появился обаятельный серф. А уже в 2013 году Петер Зиковица завоевал новую престижную награду – приз Ульяновского международного кинофестиваля за лучшую мужскую роль в картине «Я оставляю вам любовь» – Егора Граматикова. На данный момент в копилке этого замечательного и яркого артиста более 20 ролей в кино – один из наиболее ярких последних проектов сериал «Паук», где Зиковица сыграл дипломата Джима. Известен Петер Зиковицей своими театральными работами. Театралы запомнили его в постановке «Глинка», премьера которой состоялась в 2005 году в театре имени Владимира Маяковского. Сегодня Зиковицу можно увидеть в театре на Таганке, где он задействован в спектакле «Гроза» 1812 года. Актер и вовсе не любит говорить о сокровенном. Личная жизнь Петра Зиковицы надежно скрыта за семью замками. Источники сходятся в том, что у актера была жена по имени Екатерина. В этом браке у него родилось двое замечательных детей – дочь Софья в 2008 году и сын Захар в 2014 году. Если верить в достоверность некоторых СМИ, то супруги на сегодня развелись. В одном из интервью Петер полушутя бронил, что он ветреный и влюбливый человек. Но возможно это просто шутка. Хотя армия поклонниц у этого талантливого и очень красивого артиста внушительная. Под именем Петара Зиковицы ведется аккаунт в инстаграме. На странице меньше двух десятков публикаций. Но это постановочный художественный фото с кропотливой детализацией и обработкой. В 2016 году Петар Зиковицы сыграл главную роль в мелодраме «Призрак на двоих». Картина посвящена деструктивным романтическим отношениям. Герой Петара – молодой и симпатичный мужчина по имени Денис, который выглядит любящим супругом. Но ради этих отношений жене героя пришлось бросить учебу в медицинском институте, забросить подруг и полностью построить собственную жизнь вокруг интересов любимого человека. Когда Денис уходит от жены, та бросается к бывшей супруге мужа, чтобы выяснить отношения, а узнает, что та попала в ДТП и осталась инвалидом. Женщины начинают дружить, и данная странная дружба внезапно злит персонажа актера, желающего, чтобы ранее любимые женщины страдали именно в одиночестве. Также в 2016 году актер сыграл второстепенные роли в русско-украинском комедийном сериале «Вечный отпуск» и мелодраме «Герой». А уже в 2017 году Петер Зиковидзе также получил главную роль на этот раз в мелодраме «Фамильные ценности», в которой сыграл психолога Романа. Фильм нам рассказывает о пропавшей фамильной драгоценности в семье знаменитой советской балерины. Исчезнувшее бриллиантовое колье вынуждает семью подозревать друг друга, а также пройти через невгоды и предательство. 2017 год оказался щедрым для актера и на второстепенной роли. Петер Зиковидзе появился еще в восьми картинах. В мелодраме «Ключи» Петер сыграл роль знаменитого киноактера Болотского. Затем актер появился в двух детективных картинах. В эпизоде популярного сериала «Мухтар. Новый след». Актер сыграл роль Феофанова, а в детективной мелодраме «Последний довод» психотерапевта Андрея Камышева. Также этот год принес актеру роли в двух драмах. Петер сыграл продюсера шоу «Зажги» в картине «Жги». Премьера этой драмы состоялась на кинофестивале «Кинотавр». Фильм рассказывает односмотрщица женской колонии, которая с детства наделена оперным голосом. Однажды напевающую в одиночестве женщину тайно снимает на телефон заключенная, и данное видео становится хитом интернета. А надсмотрщицу зовут на музыкальный конкурс «Столицу». Чтобы изменить собственную жизнь и ярко выступить на шоу, героиня вынуждена просить помощи у той самой заключенной, бывшей певицы. В другой драме «Крылья империи», первый показ, который прошел в Беларуси, актер, исполнил роль Алана. Сериал охватывает период жизни России с 1913 по 1921 годы, показывая социалистическую революцию, предпосылки и последствия данного события. Поломанные судьбы одних, героев и шансы на сведущие и будущие других. Также творческая биография актера пополнилась ролями в боевике «Отцы» и в детском фильме «Аномалия». А в шпионском фильме «Охота на дьявола» с Сергеем Безруковым в главной роли Петер исполнил роль Манфреда фон Ардене. Также в конце 2017 года Петер Зиковица появился в новогодней рекламе «Каркунова», где сыграл роль дореволюционного офицера, который угощает детей конфетами. 2018 год обещает быть не менее щедрым на новые роли. Уже сегодня анонсировано участие актера в съемках пяти картин, в боевике «Без шансов», в музыкальном детективе «Вокально-криминальный ансамбль», в научно-фантастическом боевике «За гранью реальности», в военной мелодраме «На пороге любви» и в драме «Садовое кольцо», которое вы недавно, надеюсь, посмотрели. Также, уважаемые наши подписчики, хотелось бы поделиться наградами, которыми был отмечен Петер Зиковица. Во-первых, он отмечен медалью за вклад в развитие культуры и науки России, интеграция 2004 года, именно за свой фильм под названием «Правила Аллена», про который мы говорили выше. Приз Международного кинофестиваля «Без барьеров», приз зрительских симпатий за фильм «Правила Аллена» 2002 года, приз Ульяновского Международного кинофестиваля «Лучшая мужская роль» в фильме «Я оставляю вам любовь», режиссером которого является Егор Грамматиков, 2013 года выпуска. На работы в театре он трудился очень долго. К примеру, Московский театр на Таганке он играет Даниловского под названием «Гроза 2012 года», имени твоему и записок Даниловского, 2014 года, режиссером которого является Сергей Глушенко. На этом биография данного актера окончена. Всем спасибо за внимание, подписывайся на наш канал. Всем до встречи, пока.